В Доме культуры имени Звягина состоялась презентация книги, посвященной юбилею Белой Глины. Два столетия украшает карту Краснодарского края и России, наше родное село. Десять поколений белоглинцев сменилось за это время. Много произошло исторических событий. Участники проекта по изданию книги признались, что им было сложно обрабатывать такой большой объем информации. Но они справились. Над созданием книги с 200-летней историей села Белая Глина работала творческая группа. В нее вошли люди разных профессий, но всех их объединило одно – любовь к своей малой родине. Со сцены Дома культуры поблагодарили всех, кто принял участие в подготовке к изданию книги, вручили благодарственные письма и первые экземпляры труда, над которыми они работали. Благодарственное письмо вручается на премьеровой Анне Владимировне, библиотекаре, муниципалитаре, уже на учреждении культуры, юридическое, сельское, сельское библиотекаре. Книга «Белая глина. Путь длиною в 200 лет» состоит из семи глав. Начинается издание с рассказа о мужественных переселенцах из глубины губернии России, которые в XIX веке, очарованные плодородием и широтой земель, чистой родниковой водой остановились в здешних местах. Через судьбу белоглинцев отражены события коллективизации – Гражданской Первой мировой Великой Отечественной войн послевоенного времени. Современный период описывается в последней главе под названием «Жизнь, устремленная в будущее». Эта книга будет интересна людям старшего возраста. Листая страницы, они смогут вспомнить годы своей молодости, события, свидетелями и участниками которых им пришлось быть. Но все же в первую очередь книга написана для наших детей. Именно им хранить и продолжать историю белой глины. Идея создания книги, посвященной 200-летнему юбилею нашей малой родины, принадлежит главе белоглинского сельского поселения Алексею Тубаеву. Без его инициативы и бесценной поддержки не было бы этого уникального издания о нашем селе. Дорогие земляки, ну так сложился этот год, что мы не смогли отметить не только 200-летний юбилей рождения нашего села, 75 лет победы, но и много еще праздников, значимых в истории нашей страны и нашего села, были отмечены очень скромно. В 200 лет села Белая Глина что хотелось бы пожелать? Конечно, процветание нашему родному селу, каждому жителю, счастья, здоровья, мирного неба, не только нашим жителям, но всем нашим гостям и всем жителям нашей большой Кубани. В своей главной задаче Алексей Тубаев считает работу по улучшению жизни односельчан. К юбилейному году в селе Белая Глина завершили два проекта по программе «Городская среда». В прошлом году произвели реконструкцию парка культуры и отдыха имени Героя Советского Союза Анатолия Лепедевского. А 26 ноября текущего года состоится открытие новой парковой зоны по улице Железнодорожной. Проделана большая работа, но еще больше ее впереди. Есть уже определенные показатели, где можно подвести итоги. Уже практически реализован второй проект в рамках «Городской среды». Участие в программе по безопасности дорожного движения практически каждый год мы участвуем. Есть подтверждение участия на следующий год. Есть два проекта, прошедших положительную экспертизу по «Городской среде». Наша работа и задача участвовать в программах, строить, приумножать. Я думаю, совместно с нашими жителями мы будем сохранять то, что уже имеем и работать вместе над новыми. На празднике в рамках презентации чествовали участковых уполномоченных полиции, почетных жителей села Белая Глина. Награжденные получили памятные экземпляры книги из рук главы Алексея Тубаева. Белая Глина. Путь длиною 200 лет. Я думаю, что здесь вся история и жизнь нашего села по сегодняшний день. Я думаю, что еще будет не одна книга выпущена в продолжение нашей жизни Белой Глины. Завершилось двухчасовое мероприятие праздничным концертом, подготовленным работниками культуры. Белая Глина.